По данным, которые наша редакция получила из госавтоинспекции, в первом квартале 2022 года в Адыгее произошло 20 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. В них 6 человек погибли и 14 пострадали. Такие факты имели место и в апреле. К сожалению, некоторые из них связаны с пожилыми людьми. Так, 11 апреля во дворе многоквартирного дома по улице Пионерской около 17 часов 25-летний майкопчанин, находясь за рулем иномарки, при движении назад допустил наезд на 75-летнюю пенсионерку. В результате происшествия пострадавшую с травмами доставили в больницу. Проверка продолжается. Еще одно происшествие в эти дни произошло в Красногвардейском районе, где в результате ДТП пострадали двое подростков. Прибывшими на место сотрудниками следственной оперативной группы и госавтоинспекции установлено, что находясь за рулем ВАЗ-2114, 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, во время движения не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Оказавшись на обочине дороги, машина перевернулась. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получились сам водитель, а также один из его пассажиров – 15-летний подросток. Кроме этого, на момент аварии в салоне отечественной легковушки находились еще двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет. Они не пострадали. В Майкопе сотрудники ППС задержали подозреваемого в серии краж велосипедов на территории города. В отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела, похищенное найдено и возвращено законом владельцам. Изначальная информация о краже велосипеда поступила в полицию Майкопа 37-летней женщины. Она рассказала, что велотранспорт находился в подъезде одного из многоквартирных домов, где она и сама проживает. Спустя день в городе Майкопе в ходе несения службы наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 22-летнего ранее судимого жителя Майкопского района. В этот момент он управлял велосипедом. В процессе дальнейшего разбирательства стражи правопорядка установили, что данный велотранспорт действительно является похищенным и принадлежит той самой 37-летней жительнице города Майкопа. Необходимо отметить, что все кражи подозреваемый совершал в подъездах многоквартирных домов. При этом, как пояснил парень, все похищенные им велосипеды находились без надлежащего контроля и специальных креплений, то есть просто были оставлены. Он, получается, зашел в подъезд, поднялся на лифте на девятый этаж и начал смотреть по этажам эти велосипеды. А там стоял этот велосипед. Я, бывает, в лифт задолкал его, съехал на первый этаж и вывез его, и уехал. Ну, то есть он, этот, не прикрепленный, ничего не было, просто стоял, да, велосипед? Да. А если бы закрепленный был, да? Не сворвал. Не сворвал бы, да? Да. Следственным управлением МВД по республике Адыге возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Тахтамукайского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159 Прим. 2 Уголовного кодекса России «Мошенничество при получении выплат». Основанием для принятия процессуального решения послужили материалы, поступившие из Управления ФСБ России по республике Адыгея. Следствием установлено, что подозреваемый предоставил в подразделение Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе подложные документы для оформления страховой пенсии по инвалидности. При этом он скрыл сведения о фактическом отсутствии заболеваний. В результате мужчина незаконно получил денежные средства в сумме 630 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела в МВД продолжается. Управление по вопросам миграции МВД информирует граждан Украины, ЛНР и ДНР, прибывающих на территорию России и не имеющих возможности в настоящее время выехать за пределы страны. В случае истечения разрешенного срока пребывания гражданам Украины, ДНР и ЛНР необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания с заявлением о продлении срока временного пребывания для граждан Украины на период до 90 суток. Граждан ДНР и ЛНР на срок указаны в заявлении, но не более одного года. В случае отсутствия миграционной карты за получением ее дубликата также необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания. Кроме того, данным гражданам госуслуги в сфере миграции будут предоставляться по имеющимся национальным паспортам, в том числе с истекшим сроком действия и при отсутствии в них вклеенных фотографий по достижении владельцам соответствующего возраста. Обращаем внимание, что к таким лицам меры административного воздействия за нарушение режима пребывания проживания применяться не будут. С более подробной информацией по данной тематике можно ознакомиться на официальном сайте МВД по Республике Адыгея.